Многие видели эвакуацию в первые недели широкомасштабного вторжения. Люди ехали на вокзалы с какими-то пожитками, которые удалось забрать из дома, но при этом большинство тащило клетки с птицами, котами и вели на поводках собак, то есть уезжали, не бросая животных. Подобные картины можно было видеть на станциях метро, превратившихся в бомбоубежища. Люди размещались на карематах, раскладных стульях или просто на чемоданах и опять собаки, кошки, птицы. Когда стали вышибать орков и они впервые начали отступать, то в разрушенных населенных пунктах волонтеры собирали домашних животных, чьи хозяева были обнаружены позже, в местах массовых захоронений, где прятали их растерзанные тела. Часть животных разобрали киевляне, а часть организованно эвакуировали в Европу, где их разобрали жители европейских стран. Известен конкретный случай, когда пожилая полька забила под верх свой бусик гуманитаркой и прорвалась в тогда еще осажденный Мариуполь и вывезла домашних животных столько, сколько поместилось в машину. Она привезла животных в Польшу, где уже ждали волонтеры. Наши военные, освобождая населенные пункты, делают примерно то же, подкармливают оставшихся без хозяев питомцев до тех пор, пока не прибудут волонтеры, потом они увозят этих животных. В Днепре создан пункт, куда везут эту живность, после чего отправляют в Европу. То же происходит и с обитателями разгромленных зоопарков. Если все складывается как надо, они находят новое место жительства в европейских зоо. А теперь посмотрим, что делают орки и начнем с нейтрального, того, что описано в прессе. После налета на базу Черноморского флота в оккупированном Севастополе, там пошли сообщения о том, что охрана и оборона базы резко усиливаются. Они поставили новые боновые заграждения на входе в бухту и выпустили боевых дельфинов. Проще говоря, из животных сделали дрон камикадзе. Потому что не хватает мозгов и технологий сделать боевой аппарат. Они натаскали дельфинов для подрыва морских целей. На первый взгляд может показаться, что боевые дельфины – это отрыжка социализма, каким-то образом сохранившаяся до наших дней. Но это не так. Источники в Рашастане говорят о том, что сейчас идет программа отлова бродячих собак для того, чтобы из них делать носителей противотанковых мин. То есть, как и из дельфинов, из собак они пытаются делать камикадзе. А между прочим, совсем недавно рассказывали о боевых птицах и комарах, которые украинцы готовят в биолабораториях. После того, как попадается подобная информация, можно посмотреть на календарь для того, чтобы уточнить год. Заканчивается первая четверть 21 века. А в этой стране такое возвели до уровня оборонных программ. Но если речь зашла о дикости, то это еще не предел. Недавно в посольство Украины и некоторых других стран почтой пришли пакеты не только со взрывными устройствами, но и с органами животных, в основном глазами. О том, кто отправитель, можно долго не гадать. Но вот на Юге Федерации обнаружили как минимум шесть десятков убитых собак, у которых вырезаны глаза и другие органы. Может, там и готовили эти посылки. Когда под контроль рашистов попадает зоопарк, они расстреливают часть животных, а другую пожирают на месте. Такое задокументировано неоднократно, что и показывает сущность этого стада. Оно ненавидит Украину и Запад. Оно ненавидит все и всех, даже животных. Это надо понимать всем, кто пытается рассуждать о гуманизме. От папы римского города, до бабки на скамейке!